Всем привет! Это FreeStudio21.com. Продолжаем тему порядка прилагательных предложений. И это вторая часть. Логическое продолжение первой части, где было самое основное правило. То есть то, что мы видим во всех книгах, во всех учебниках. То есть там размеры, формы, всякие цвета и прочее, прочее. Всё исчерпывающе и всё понятно. Но дело в том, что если у нас речь идёт о каких-нибудь там чемоданах или же столах. Или о каких-то, короче говоря, простых достаточно предметах, которые можно увидеть. И которые, ну как бы всё понятно с ними. У нас проблем не возникает. Но что если у нас появляются немножко усложнённые конструкции? Ну вот милый, красивый, пушистый котик. Первые два праздничных дня. Шикарное, яркое, уличное представление. Что здесь делать? Ну ладно, возьмём первое. Милый, красивый, пушистый котик. Ладно. Милый, nice. Это явно opinion adjective. Это явно моё личное мнение. Ну мало ли для кого он там милый. Далее второе. Красивый. Что значит красивый? Это тоже opinion adjective. То есть если я здесь скажу, ну какой-нибудь beautiful. Далее пушистый, fluffy. Ну и котёнок у нас будет Katen. Это существительное, нам оно сейчас неинтересно. Итак, первый adjective у меня opinion. Ясно. Мы его ставим на первое место, потому что мы помним, что opinion adjectives всегда стоят на первом месте. Далее beautiful, красивый. Это тоже opinion adjective. Куда его ставить? На второе место? Или может лучше с beautiful начать? Beautiful, nice, fluffy, kitten. Может ли быть такое, что у нас два opinion adjectives? Может быть. Запросто может быть. И тогда мы исходим из того, какое прилагательное у нас более общее, а какое более конкретное. И милый может быть котёнок, при этом не обязательно будучи красивым. Он может быть там и не очень красивый, какой-нибудь одноглазый, уродливый там и всё такое, но он будет милым при этом. То есть это более общее понятие. Далее большая конкретика. Beautiful. Это тоже opinion adjective, но он будет уже номером вторым. То есть если на то пошло, лучше будет сказать, что это 1.1, а вот это уже 1.2. Далее пушистый. Что такое пушистый? Если мы посмотрим наш список, флаффи, пушистый, это не размер, не возраст, не форма, не свет, не происхождение, материал. Ну как-то материал возможно, но это тоже такое дело. И назначение совершенно не подходит. То есть в лучшем случае это материал, а в худшем случае мы вообще не знаем, куда его поставить. А может это тоже opinion? Нет. Это скорее всего объективные какие-то факты уже. Ну пушистость можно как-то ещё определить. Поэтому нам здесь повезло в том смысле, что у нас только 1 фактовое, 1 фактовое прилагательное, флаффи. И вроде бы как у него нет конкурентов, поэтому он будет третьим стоять, у него нет выбора. Но с другой стороны, если бы у нас здесь был, допустим, цвет или размер, если бы мы ещё сюда поставили ladle какой-нибудь или чё, тогда у нас возникла бы проблема, что ставить первым, что вторым, флаффи, ladle или ladle, флаффи. Конечно же ladle, флаффи будет у нас. Но тем не менее, вот такая вот может быть дилемма. То есть не вписывается всё в 8 характеристик, которые у нас в списке. Теперь далее. Первые два праздничных дня. Это ещё интереснее. Да, с одной стороны у нас стоят числительные, вроде как ничего такого. Но нужно понимать, что в английском языке, когда мы видим числительное перед существительным, можно считать, что мы видим прилагательное. Они ведут себя точно так же. И возникает вопрос, если у меня ещё число появится, мне куда, на какую позицию его ставить? На первую, на вторую, на третью, в конец, в начало и всё такое. Так вот число должно стоять обязательно первым. Теперь следующий вопрос. А если у меня число порядковое или количественное? Куда мне что? Первые у меня должно быть сначала порядковое, а потом уже количественное. То есть сначала у меня first, потом у меня to, а потом у меня праздничный. Что такое праздничный? Это предназначение, это purpose, если угодно, или used for, как угодно. То есть какие дни назначения у них праздничные. Поэтому здесь у нас в русском языке у нас прилагательное, но в английском будет существительное, которое играет роль прилагательной. Поэтому дальше holiday, можно поставить celebration в принципе, и дальше days. Вот таким вот образом. Теперь третье. Шикарное, яркое, уличное представление. Первое слово, шикарное. Явно opinion adjective, явно личное мнение человека. Далее, что такое яркое? Опять же личное мнение. Для кого яркое, для кого не очень. То есть опять opinion. А далее уличное представление. То есть здесь опять предназначение. Эй, gorgeous. Далее bright, яркий. А далее street, уличный. Ну и далее уже представление, performance. И на этом основании можно выписать еще одну схему. Сначала возьмем за основу нашу старую схему. Вот они все наши размеры, цвета, формы и так далее. Кроме того, opinion у нас тоже может быть разнородным. И он может разделяться на подгруппы. И первой всегда будет идти более общее понятие. То есть здесь у нас more general. Более общее. То есть никого ни к чему не обязывающее. А далее более уточняющее. More specific. Теперь, кроме того, перед opinion у нас еще может быть number. Число перед существительным стоит вне очереди. И в свою очередь number у нас тоже может разделяться на две группы. Первая группа это порядковые числа. Ordinal. А вторая группа это cardinal. Количественное. И если мы опять вернемся к нашему примеру, вот сюда. Второй. First two holiday days. Вот это first two. Вот это и есть число. First. First. Это порядковое. И two. Это количественное. Опять же opinion. Gorgeous. Bright. Первая gorgeous. Шикарный. Более общее понятие. Bright. Яркий. Более конкретное понятие. Но у меня может возникнуть еще одна трудность. Что если у меня, например, будет такое? Уродливая. Огромная. Грязная. Разбитая. Дверь. Первая уродливая. Это явный opinion adjective. Он у нас, к счастью, один. Поэтому здесь можно не морочить голову. Более специфическим и более общим. Здесь он один. Хорошо. Дальше у нас огромное. Огромный это, понятное дело, размер. Это size. Окей. Ставим size. Далее. Грязный. Это что? Это возраст. Это форма. Это цвет. Это происхождение. Это материал. Это вообще что такое? Это какое-то свойство. Физическое свойство. Мы его можем видеть, ощущать и так далее. Но это не подпадает ни под одну из вот этих вот синих категорий, которые у нас здесь стоят. И что с ним делать? Куда его ставить? А далее еще лучше. Разбитая. Это как? Форма? Или может быть это материал? Или это еще может быть назначение? Нет, конечно же. Поэтому вот эти два последних прилагательных, они вроде как у нас лишние или вообще куда их ставить? А если я, допустим, возьму, уберу слово дверь и для верности допишу еще сюда деревянное, чтобы мы ориентировались, что список не полный. И здесь еще что-то может быть. Ну, деревянный материал. Хорошо. Что делать с грязной и с разбитой? Куда их девать? И дело в том, что в этом, этот список, естественно, как многие уже догадываются, этот список фактовых прилагательных, он далеко не полон. И здесь есть еще некоторые категории, которые обычно не указываются, ну, в надежде на то, что мы не будем употреблять такие сложные вещи. Но, тем не менее, после размера, вот здесь, у нас еще может быть физические свойства. То есть это то, что мы можем, грубо говоря, как-то осязать. Можно говорить, что это physical quality, можно говорить, что это physical trade или как-то еще. Но, тем не менее, это должно примерно быть между размером и возрастом. Почему примерно? Потому что такие вещи желательно ставить ближе к началу, чем к концу. Опинен у нас вне конкуренции и размер у нас вне конкуренции, их нельзя трогать. А дальше мы уже можем немножко химичить. Поэтому вот это грязное и разбитое, это именно physical quality. Здесь речь идет о состоянии, здесь речь идет о физическом состоянии. Поэтому вот эти вещи должны стоять после размера, но перед материалами. Иногда говорят, что physical quality лучше поставить после возраста. Но если мы так подумаем, посмотрим на вот эти характеристики, что такое размер? Это тоже физическая составляющая. Да и возраст это, в принципе, физическая составляющая. Да уж и форма, и цвет уж тем более физическая составляющая. То есть вот эти первые четыре категории, это все идет речь о том, чего можно увидеть, скажем так, или пощупать хотя бы. Поэтому начинается с самого основного, что нам бросается в глаза, нам бросается в глаза обычно размер. Ну и потом у нас уже появляются еще какие-то дополнительные характеристики физические. Ну и потом уже возраст. И мы получаем an ugly, huge, dirty, run down. Можно broken, в принципе, сказать. Но я хочу run down. То есть такая разбитая, ушатанная, как говорится. Wooden door. И вот у нас opinion, номер первый. Далее размер, номер второй. Далее физические характеристики дополнительные. Номер третий и четвертый. Далее у нас материал, номер пятый. Ну и дальше дверь. Или же если у нас будет еще вот такой пример. Чудесные, жаркие, похожие на приключения, летние. Дни. Вот такая тирада. То есть у нас, опять же, какое-то личное мнение, чудесный opinion. А дальше у нас стоят жаркие. Что значит жаркие? Мы все понимаем, что это ход и что это какие-то факты. Но если мы соотнесем это жаркие с нашей схемой, это не размер, не возраст, не форма, не цвет, не происхождение. Опять, что это? Это physical quality. То есть физическое их свойство. Мы можем ощутить на себе, что они жаркие. Поэтому здесь явно физическое свойство. Окей, значит, жаркие. Ясно. Это physical quality. Теперь что делать с вот этим похожие на приключения? Это что такое? Это уже ни в какие ворота не лезет. Возможно, было бы логично думать, что это тоже opinion. Можно и так на это посмотреть. То есть, ну, нам похоже и на приключения, а возможно, кому-то и нет. Но с другой стороны, ну, а если действительно там бурные какие-то дни такие были, что всем совершенно понятно, что это факт, что это не opinion. Куда тогда это соотносить? На что это похоже? Это material, что ли? Или может origin? Или может еще чего-нибудь? Или purpose? Но purpose это тоже не может быть, потому что это не предназначение. Вот летние, это еще куда не шло? Это еще как-то можно натянуть сову на глобус и сказать, что это purpose. И здесь все дело в том, что у нас есть еще одна категория, которая ходит рядом с purpose, с предназначением, и это похожесть. То есть, когда я предмет приравниваю или свойства приравниваю к чему-то еще. Similarity, похожесть, аналогичность, если угодно. И тогда у нас это наше похожее на приключение будет вот здесь. И, соответственно, это будет перед purpose, но после всех физических характеристик. Здесь есть определенная логика, потому что, если мы посмотрим на все наши прилагательные, на всю вот эту цепочку, мы увидим такую последовательность. У нас физические характеристики от более конкретных перерастают в более абстрактные. То есть, сначала то, что действительно можно потрогать, потом начинается происхождение. Это уже тоже такое дело. Это явно может быть не видно. Материал тоже не всегда можно определить, что за материал такой. Потом у нас похожесть. То есть, на что оно, чем оно выглядит, чем оно кажется, если угодно. И потом уже, наконец-то, свойства, которые тоже не всегда понятны, для чего этот предмет предназначен, или какого типа это предмет, и все такое. Ну и теперь переведем нашу фразу, посмотрим, что у нас получается. И далее, похоже на приключение, будет adventure-like. Это составное прилагательное, через дефис пишется. И далее summer, и далее days. И вот у нас opinion. Далее у нас физическое свойство. Здесь могло быть long еще какое-то стоять, или еще чего-нибудь. Далее похожесть. А далее у нас предназначение, принадлежность. И далее существительное. Вот так вот может расширяться эта схема. То есть, да, с одной стороны вроде бы все просто и очевидно, с другой стороны схема может разрастаться, могут появляться числа, здесь еще могут появляться указатели, все эти this, that и прочее. Opinion тоже может быть больше одного слова, но и фактовых, прилагательных у нас может быть целое море. То есть, на самом деле, это никаких не семь позиций, их может быть больше, их может быть девять, их может быть даже еще больше. Но, тем не менее, желательно видеть прилагательные не просто как слова, которые отвечают на вопрос какой, а мысли тем, в какую категорию они попадают. То есть, это больше ближе к цвету или ближе к похожести. Вот так вот. И будем говорить, это не просто сумма точек напрямую. Это как бы спектр такой, где есть полутона, есть вот переход из одного в другой. Physical quality это тоже растяжимое понятие. Это может приближаться больше к форме, это может приближаться больше к размеру. Хорошая новость в том, что, опять же, нежелательно перегружать фразу вот этими прилагательными в большом количестве. Это спасает ситуацию, потому что если представить себе, что у меня семь прилагательных перед одним существительным, это действительно минус, огромный минус. Если я не умею, не могу составить фразу таким образом, что получается ситуация, когда у меня нагромождение прилагательных перед одним словом. И поэтому в следующем видео будем смотреть, как сделать так, чтобы избежать вот этих вот огромных монстроподобных структур. И если даже я не помню эту схему, если я не помню, чего, зачем ставиться, как сделать так, чтобы и смысл сохранить, и в то же время не употреблять вот эти огромные такие анаконды перед существительными. Скриншот всего этого будет по ссылке в описании видео. Напоминаю, что это вторая часть, ссылка на первую также в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо.